Монография Мартиновича «Нетрадиционная религиозность Беларуси». Также монография «Социальная идентификация новых религиозных движений в Беларуси» тоже Мартинович. Последняя серия «Тоталитарные секты» в двух томах Александра Леонидовича Дворкина. Эта книга всем известна по 2000-м годам. Практически до дыры ее зачитывали, когда приходилось что-то узнать про секты и какие-то различные религиозные объединения. Сейчас это издание переиздано. И пока еще не привезли нам из Москвы. Это Владимир Александрович Мартиновича «Сектоведение». Специально издан учебник для бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви под грифом «Издательство Московской Патриархии». Книга «Учебник сектоведения» Мартиновича. Из периодических изданий, которые есть сейчас по Беларуси, это «Альманах», практически ежемесячное издание, электронное. Оно распространяется по заявительному принципу. У кого будет желание, можете мне написать, сбросить свою электронную почту. Я ее передам авторам этого «Альманаха». И там почти ежемесячно какие-то новинки в области сектоведения, семинары, статьи, они выкладываются. Но единственное, что он только в электронном виде. Итак, у нас тема, как сегодня звучит заявленная. Сейчас мы ее найдем, сформулируем. Плюрализм религиозного выбора, как не заблудиться. На самом деле, если брать современную ситуацию в Республике Беларусь, то плюрализм, он такой, достаточно уже понятный для всех людей, поскольку так или иначе у нас родилось целое поколение, у которого есть религиозная преемственность. Мы с вами практически выросли в семьях без религиозной преемственности. Поколение от 70-х, 50-х годов. Наш приход в церковь был для нас такой находкой в нашей духовной жизни. Кто что нашел, вопрос сложный, потому что начиная с 88-го года, это официально юбилейная дата тысячелетия крещения Руси, были разверзнуты источники, и гриф запрета был снят не только с деятельности православной церкви на территории постсоветских стран, но и всем остальным как бы открыли дорогу, дали зеленый свет. И тут уж, как говорится, были и миссионеры, были люди, которые навязчиво предлагали свой путь духовного развития. Это и восточные, и различные западные, западные под личиной восточных. То есть, столько было этих вариантов, куда человек попадет, что им же не с числа. Вот здесь, собственно, когда мы говорим о... Так, сейчас я попробую начать слайд-шоу с текущего слайда. Есть? Есть. Собственно, когда мы говорим просто о терминах секта, то таких понятий, вот как вы думаете, мелким шрифтом на экране это что? Это как раз и есть список терминов, которые можно так или иначе отнести к религиозным организациям. Вообще, всего терминов, описывающих этот феномен, насчитывается в научном сектовизме около 635. Но никакой из этих терминов во всей полноте не может описать, в принципе, религиозную организацию, потому что их можно классифицировать бесконечно. Но, тем не менее, у нас складывается вместе со словом «секта» какое-то негативное восприятие. И как бы мы ни назвали, там, кто угодно, там, последователи бабочки. Но если мы скажем, что это секта последователей бабочки, у нас сразу включается такая лампочка и опасно. Собственно, в это слово очень большой вклад внес Александр Леонидович Дворкин. Поскольку вот эта связка, тоталитаризм в секте – это его, так скажем, детище, в которое он вложил очень много труда. Хорошо это или плохо, сейчас мы не будем это обсуждать. Мы видим, что вот эта воинствующая апологетика церкви, она была в свое время в руках Александра Леонидовича. И он очень много сделал для того, чтобы действительно построить такой серьезный барьер на пути человека в секту. Потому что вот эта эйфория от возможности духовного развития в 90-е годы у людей была очень велика. Что же говорить, если даже у нас на Гомельщине родилось уникальное движение под названием «Щербовское братство». Казалось бы, где? В Реческом районе, в деревне Щербовка. Но туда начали приезжать преподаватели, учителя. И некий Леонид, как вы думаете, что он нам рассказывал? Правильно, сказки. Это не отец Вадим, как говорится, свидетель. Сказки были, но это безвредная вещь. Какие сказки были, которые были виски, которые были виски. Да, ну вот насколько бы это не казалось на поверку странным. То есть приезжают люди, им рассказывают какие-то сказки, они руководствуются этими сказками. Но почему в целом церковь начинает включаться в исследование в целом вот этого феномена иной какой-то религиозности? Не потому, что нам нечего делать. У нас своих дел как бы очень много и есть чем заняться, начиная от богослужебной деятельности, заканчивая просветительской деятельностью. Но к нам обращаются люди, которые говорят, батюшка, что нам делать? Что нам делать? Наш родственник ушел туда-то, туда-то, одел какие-то одежды, говорит какие-то непонятные слова, поет песни, на работу перестал ходить. И дальше начинаются вот эти вот симптомы, которые в принципе человека и волнуют. То есть он становится в семье каким-то не таким, то есть его функциональные обязанности нарушаются по отношению к семье, к обществу, к работе, к каким-то даже таким общечеловеческим ценностям. И люди бьют тревогу, потому что понимают, что здесь на человека идет некое воздействие, которое его меняет не в лучшую сторону. Собственно, вот можно, конечно, очень долго говорить о том, что значит в лучшую или в худшую, но если вот в принципе обобщить, то разговаривая с человеком, мы можем понять, как на него, то есть хороший он или плохой, по-большому, улучшается он или ухудшается. Например, кто в педагогической среде работает, могут отметить, что, например, ребенок стал ходить на вольную борьбу или на плавание, или еще на какой-то кружок, и у него повысилось внимание, у него повысился интерес к учебе, там еще какие-то такие объективные достаточно, как говорится, оценки, и мы видим, что для ребенка это, наверное, хорошо. Да, может быть, он не будет там баскетболистом, борцом или пловцом, но видим, что на него это хорошо влияет. И вот это хорошо или плохо влияет, заставляет нас наблюдать за той или иной религиозностью с определенной долей времени. Потому что в коротком отрезке, когда к вам приходит, например, проповедник или там встречается проповедник, некой новой идеи, там замечательной, хорошей, красивой, все, что бы он вам не говорил, мы склонны принимать потенциально с такой вот долей доверия. А вдруг, а может быть? А теперь представьте, что у человека измененное духовное, такое психоэмоциональное состояние. Измененное состояние, это не значит, что ему плохо. Если ему очень хорошо, этот человек тоже нестабилен. И вот в этом состоянии очень хорошо, он может в такой эйфории сказать, а давайте. А вы веселые ребята, играете на баяне, на аккордеоне, стучите в барабане, мне классно с вами, у меня такой движ, драйв, давайте я с вами тоже начну ходить. И все, а дальше он уже может потерять критическое мышление к этой организации, потому что ему понравилось. Вот вам какой цвет нравится? Да. Вот представьте, если мы вас начнем убеждать сейчас, что вам нравится зеленый. Вы даже в зеленом, в бирюзовом пришли. Вот в принципе вам красный не очень нравится. Понимаете, да, то есть, если эмоциональный человек уже привязался, начинать ему объяснять что-то, что что-то не так, это, ну, мертвому припарка, как говорят иногда в народе. Поэтому здесь очень важно наблюдать вот это состояние во времени и пытаться посмотреть, во-первых, как меняется человек, как меняется организация, потому что с течением времени даже у таких достаточно именитых религиозных организаций, таких, как, например, свидетели Иеговы, в течение 100 лет очень многое поменялось. Начиная от символики, когда они использовали, так скажем, в своих брошюрах крест, заканчивая отношением, например, к вакцинации. Кто с медициной сталкивался, знает, что вакцина это некая производная от крови. Да? Кровь можно употреблять? Нет. Значит, вакцинироваться что? Нельзя. Вот организация учит, что вакцинироваться нельзя. Потом они начинают развивать свою миссию в Африку. Африка, Индия. Для того, чтобы выезжать в эти страны, нужно что обязательно? Прививка. Прививка, вакцина от всех этих свойственных там болезней. И получается проблема. Наши миссионеры не могут никуда выехать. Этот вопрос решается очень просто. Мы объявляем это делом, личным делом совести человека. Хочешь так, хочешь так, пожалуйста, как хочешь. То есть табу, табуирование снимается, делай что хочешь. Пересадка органов. То же самое. Переливание крови. И это мы берем только такие, ну, самые яркие моменты, когда, то есть то, что мы не углубляемся в какое-то даже богословие. Вот. Но когда мы наблюдаем за этой организацией, мы уже можем сказать, что, а, ребята, вот смотрите, вы вчера учили вот так, сегодня так, а на завтра у вас прогнозы вот такие. Почему? Для этого надо набраться терпения. Для этого важно понимать и в том числе свою веру. Потому что, например, если в нашей семье человек, ну, вдруг становится остро вопрос, человек ушел в какую-то секту. Почему наша семья не стала источником, так скажем, духовной жизни для этого человека и примером, что он ушел на страну далечу, там, искать этот пример. Значит, внутри семьи этот человек не получил достаточных ответов для того, чтобы удовлетворить свои вопросы в духовной жизни. Он начал их искать. А когда это происходит с ребенком, нам, безусловно, больно. Потому что мы, как родители, видим, в отличие от ребенка, который, например, чем-то увлекся, мы видим, как это на него влияет. Мы видим, хорошо ему или плохо. У нас есть опыт взаимодействия со своим ребенком уже, там, 20 или 25 лет. То есть, мы понимаем, что у него происходит. Примерно хотя бы понимаем. Но ребенок этого не получил в семье. Это значит, что первый шаг, когда человек сталкивается с этой проблемой, мы должны очень скурпулезно заняться развитием своей духовной жизни. Для того, чтобы этим примером показать, что смотри, я вот тоже, например, ты идешь на собрание, я иду в храм. Ты после собрания злой, раздраженный, я после собрания добрый и готов к разговору. На меня это влияет вот так, на тебя это влияет вот так. У нас, к сожалению, большому, все те случаи, которые в основной своей массе связаны с попыткой реабилитации человека, вывода его из секты, связаны с такой задачей. Сделайте что-нибудь для того, чтобы его вернуть куда. У нас даже по-другому проблемой иногда становится, когда люди, видя и сравнивая опыт пятидесятнических общин современных, они достаточно активные. Это и миссионерская деятельность, благотворительная деятельность, они готовы на какие-то молодежные проекты, очень быстро откликаются. Но человек понимает, что есть какая-то поверхностная такая деятельность, а есть некая глубина. И они понимают, что ее, вот в этих пятидесятнических общинах, ее не хватает какой-то важной составляющей. И действительно, они иногда приходят, возвращаются в православную церковь. А чем им там заняться? Подсвечники, свечки, пасьян сыграть со свечками на службе. Мы даже не всегда можем адекватно этого человека нагрузить какими-то делами, для того, чтобы он себя, возможно, реализовал в пространстве православной церкви. Хотя такие примеры действительно есть. Сейчас вспомню автор. Возвращение домой в православие. Есть книга. Ее автор протестант, американский священник протестантский, который вместе со своей общиной поставили перед собой задачу найти ту церковь, о которой Христос говорит, «Сази жду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Ну, раз Господь говорит, что она есть, значит, она где-то существует. И вот они поставили перед своей общиной такую задачу. Питер Гилквист. Есть очень хорошая книга, она в аудиоформате есть в интернете, в свободном доступе. Вот. И путем исследования текстов священного писания, ранних отцов церкви, они пришли к... куда? Они пришли в православие. Это была антиохийская православная церковь, там, где распространялся, так скажем, вот эта деятельность была официальная. Вот они присоединились через антиохийскую православную церковь к православной церкви. Это многотысячная община пятидесятническая. То есть вот этот процесс, он как бы происходит. Нам он, может быть, не всегда так очевиден, и мы иногда грешим, глядя на Америку, что там, где, дескать, все плохо и совсем никак. Но, тем не менее. Вот. Поэтому нужно быть готовым на вот этот отклик к тому, чтобы быть внимательным к своей духовной жизни. Для того, чтобы вы понимали немножко, насколько у нас наша, так скажем, территория Республики Беларусь охвачена, так скажем, религиозными организациями, вот вам, как говорится, слайд. Всего это... здесь речь идет только о зарегистрированных. Если мы берем не зарегистрированные религиозные, нетрадиционные и традиционные религиозные организации, то на сегодняшний день в Минске, в Центре сектоведения в честь Иосифа Володского обработаны документы, которые как бы зафиксировали деятельность религиозных организаций, их более шести тысяч. Причем аналитика документов идет от 90-х годов и практически до сегодняшнего дня. Да, так вот, на 20... это данные даже не 24-го, это данные 22-го года. 3395 религиозных организаций. То есть, вот это много... это не... Например, если мы возьмем здесь православную церковь, то это 1714. Да? А если мы возьмем всего, вот эта вот вся совокупность этих религиозных организаций, то 3395. Если попытаться классифицировать тот объем нетрадиционной религиозности, который мы видим вот в пространстве Республики Беларусь, то Владимир Александрович Мартинович предлагает такую как бы структуру. Первое – это секты и культы. А нет, вот здесь, видите, все-таки на 24-й год. На первое... да, то есть, данные за 23-й год. Секты и культы – это организации со всесторонне развитым вероучением, развитой организационной структурой, и там есть институт постоянного членства. То есть, секты и культы заботятся о том, чтобы в долгосрочной перспективе выстроить отношения с человеком. В Беларуси документально зафиксирована деятельность 204 сект и культов. К их числу специалисты относят Аум Синрикё, Муниты, Брахма Кумарис, Богородичный Центр, Кришнаиты, Дионетика, Бахаи, Белое Братство. Причем из этого списка вполне вероятно, что на сегодняшний день каких-то организаций уже нет, но их деятельность была зафиксирована на территории Республики Беларусь в свое время. Это организации, которые активно ищут своих последователей через рекламу, через миссию на улице, через объявления в газете, в интернете и прочее, прочее, прочее. Поэтому к таким... Да, еще они очень любят себя маскировать под различные философские курсы. Одно время адвентисты седьмого дня возле магазинов, это было несколько лет назад, торговые большие центры раздавали такие флайера с предложением позаботиться о своем здоровье. То есть будет какой-то врач, он там расскажет вам, как заботиться, я вообще сейчас не вспомню, то ли суставы, то ли сосуды, что-то такое там предлагалось. А снизу под подпись «Доктор богословия». Причем здесь здоровье, доктор богословия. Да, но вот как вы по вот этому объявлению философия, курс лекций для жизни определите, что эта организация относится к сектам или к культам? А никак. Потому что это специально делается для того, чтобы завуалированно человека сначала пригласить в организацию, там с ним происходит вот этот вот эмоциональный контакт, а дальше уже схема работает по нарастающей. Но вместе с этим, для того, чтобы, ну так скажем, остаться, как это, соблюсти некий этикет, не все религиозные организации, которые относятся к сектам и культам, хотят завладеть вашими квартирами. Иногда люди, которые приглашают вас или там потенциально приглашают в какую-то религиозную организацию, они делают это весьма искренне, с полным осознанием того, что они верят вот в те предлагаемые идеи, о которых вам пытаются рассказать. Дальше. Следующий уровень, это уже, ну так скажем, не то чтобы более простой, но он меньше ориентирован на такое долгосрочное пребывание человека в организации. Это клиентурные культы. Они не претендуют на полноту знаний в какой-либо конкретной сфере бытия мира, имеют слабо развитую организационную структуру и институт временного членства человека. То есть они даже, по сути дела, мотивированы только в том, чтобы человек прошел некий курс, получил диплом, за него заплатил и все. То есть они берут массовостью людей, пропуская через вот эти свои курсы, даже не заботясь о том, чтобы человек надолго стал их, скажем, клиентом. То есть они то, что хотят, получили, все, до свидания. Вот здесь есть такие вот примеры рекламных листовок. Вот, например, Белорусская ассоциация профессиональных экстрасенсов. То есть человек пришел, прошел курсы по экстрасенсорике, научился открывать и закрывать чакры, рассчитался в кассе, отдал денежку и пошел. Но у него эти вот религиозные идеи остались, и где он их может проявить, это уже большой вопрос. По данным за 23-й год документально зафиксирована деятельность 437 культов. Ну и здесь уже вот мы видим список. Это экстрасенсорное воздействие магии, целители, астрологи, институт самовосстановления человека, Академия золота, уфологи, рейки, универсальная энергия и другие. Причем в клиентурных культах абсолютно не заботятся о том, кто вы такой. То есть вы можете туда прийти православным, католикам, буддистам, кем угодно. Самое важное, чтобы вы имели интерес к вот этим вот разработкам. Третий тип – аудиторные культы. Рассчитаны на минимальный набор нетрадиционных религиозных идей, минимальная организованная структура, полное отсутствие института членства. По данным на 1 января, Беларуси действовало 506 целителей, экстрасенсов, магов, колдунов, ясновидующих, активно рекламирующих себя через СМИ. Вот здесь мне очень интересно вот это вот в правом нижнем углу. Помощь в любых жизненных ситуациях, если вы устали от одиночества, потеряна вера и любовь, надежда на счастье, есть нерешенные вопросы и снизу не оказываю психологической помощи. Знаете почему? Потому что это медицинская услуга. А она должна быть лицензирована. А если она не лицензирована, привет, сосед, все к вам могут предъявить. Поэтому люди, кто, как говорится, разбирается, они следят за тем, чтобы не переступать вот этот порог ложных надежд. Да, ну мы, видите, как начинается объявление, все вопросы ваши разрешим. Да, то есть приходите, все. Культовая среда общества. Это набор неконтролируемых идей, которые находятся у людей в головах. Какие это могут быть? Это может быть вера в то, что нельзя деньги брать руками, нужно только их положить. Это может быть вера в булавку на одежде, которая защитит вас от сглаза. Это может быть страх перед, или боязнь проходить между так называемые чертовые ворота. Вот если кто-то в березке постоянно ездит, есть там такой участок, где стоит, значит, идет дорожка, и над дорожкой стоит вот этот столб косой. И в любую погоду, в какую бы ни было, там вытоптана дорожка вокруг. То есть, ну, казалось бы, ну, идешь ты вот, пожалуйста, по асфальту. Нет, в дождь люди все равно обходят вот эти вот вещи. Да. Но вместе с этим мы видим, что на эти идеи, казалось бы, вроде бы и безобидные. Откликаются производители, которые подхватывают этот бренд. И вот, например, Марк Формель сделали носочки, сразу, может, вы и забыли булавку. А вот у вас носочки с булавкой, да. Вот от сглаза порчи и так далее. И вот эти вот вещи, они, понимаете, как-то, как один священник сказал, говорит, сказать глупость легко, а для того, чтобы ее оправдать, нужно написать научную диссертацию. И действительно, вот эти вещи как-то искоренить из голов очень сложно. И священники, очень часто сталкиваясь с этими элементами проявления так называемой веры, иногда становятся просто беспомощными. То есть, ну, можно об этом говорить, но вот, как говорят, есть такая поговорка, хоть кол на голове чеши. Вот, я думаю, отец Вадим подтвердит, на погребение, если прийти, на подоконнике всегда для души стоит вода в стакане. Ну, понимаете, вот, душа пьет, вот что является пищей для души? Молитва. Душа имеет материальную жажду, как мы? Нет. Люди стоят, говорят, да, то есть, ты видишь, что логический человек складывает это все в пазл, и задаем в контрольный вопрос. Ну, надо воду ставить? Говорит, на всякий случай надо. Это люди православные, это люди, которые, возможно, ходят в церковь, исповедуются, причащаются, но они не теряют надежды и вот на такие вот элементы оккультные, которые так или иначе превращают человека в такого созависимого. Причем эта идея, любая идея, вот я говорил, например, с деньгами, она может по-разному абсолютно отражаться и проявляться в людях. Ну, например, в магазине продавщица уверена, что нельзя деньги брать из рук в руки, нужно только положить их на лоток. Стоит мужчина, который, она говорит, положите, он говорит, зачем, нельзя. Он посмеялся, ушел, но положил. Следом стоит еще какая-нибудь женщина, которая, а, да, я где-то слышала, наверное, это правда. И следом стоит еще один человек, там, молодой человек, да, который, глядя на это все, говорит, фу, какая чушь, ахинея, положил деньги и ушел. И вот смотрите, во всех этих четырех случаях действие одной вот этой идеи продавщица, как говорится, порадовалась, что она утвердилась в том, что люди, вот, уже, есть какой-то сдвиг, люди, там, дошло до них наконец-то, что деньги надо на лоток ложить. Это плохо, когда из рук в руки энергетику вот эту плохую передавать. Вторая женщина, она приобрела веру в это, потому что она где-то слышала, но сейчас она увидела и поняла, что это правда. А в случае с молодым человеком, он, увидев это все, посмеялся и сказал, фу, какая ерунда, но запомнил это, и где-то оно у него отложилось в подсознании. Как бороться с этим? Очень сложно. То же самое, знаки зодиака. В данном случае это спички, но если мы посмотрим на даже современное радио, если кто-то в машине часто ездит и не верит в гороскопы, но он более внимательным становится, когда говорят там о каком-то знаке зодиака, близком к его дню рождения. Итак, что там там весы, что там, ну да, весы сегодня, ну хорошо, в принципе, нормально, хорошо, тогда ладно. И смотришь, то есть вот эта совокупность, она настолько нестабильна, но присутствует практически во всех сферах жизни. Вот у нас была относительно недавно встреча с медиками, там мы тоже пытались рассмотреть вот эти вот мифы и различные такие суеверия. И как оказалось, в медицинской среде тоже очень много есть суеверий, там где они связаны с выходом на операцию, со заполнением журнала, со сдачей смены, что-то там упало, что-то там, то есть тоже свой мир достаточно, то есть любой профессиональный мир, он наполнен вот этими не совсем осмысленными верованиями. Внутрицерковное сектанство. Любая религиозная структура, которая существует много времени, она порождает внутри себя инакомыслие. Если мы возьмем Священное Писание, начиная с евангельских событий, книгодеяний, послания апостольские, мы видим, что это просто сосуществует. Кто-то увидел схождение Духа Святого и сам захотел, пришел, говорит, вот вам денежки, мне тоже такое, 300 грамм дайте. Кто-то увидел еще какие-то моменты, кто-то посчитал, что язычников нельзя крестить, кто-то посчитал, что иконы нельзя или нужно молиться, а кто-то увидел, что иконам нужно молиться и возвел икону в статус божества. То есть, вот это вот появление новых каких-то прочтений известных и простых религиозных норм, оно всегда присуще такой вот устоявшейся религиозности, как правило. Всевозможные формы нетрадиционных религиозных верований и практий, существующих в границах традиционных религий мира. Для нас традиционные религии – это что? Православие, католицизм, лютеранство, иудаизм и мусульманство. По крайней мере, это то, что отмечено в законе о свободе вероисповедовании. Сейчас, может быть, неправильно его сформулирую. Но на законодательном уровне у нас в Республике Беларусь есть религиозные организации, которые являются традиционными и оказали влияние на культурное становление нас, как белорусов. Если брать церковь православную, то у нас тоже с определенной периодичностью выстреливают те или иные сообщества, которые пытаются сделать вот эти вот такие сектантские заявления, начиная с паспорта. Последнее у нас – это связано с царской империей, восстановление монархии на церковный лад. Ой, что у нас? Периодически начинают распространять… Причем это тоже развивается очень так интересно за спинами у духовенства практически. Есть, конечно, всегда говорят, что есть там такие батюшки знающие. Они стараются не говорить имена этих батюшек, чтобы их не лишили сана. Но они знающие. И они-то все знают. И к ним нужно ездить. Но мы вам расскажем, что, например, надо, знаете, как письмо счастья. Перепиши там нацать раз его, и будет тебе счастье. Вот то же самое придумали только с почаевской закваской. Одно время у нас по приходам ходила вот эта вот идея, значит, возьми эту закваску, спеки там сколько-то раз эти булки, пироги, раздай, и будет тебе тоже счастье. И это все делается, почему за спинами духовенства? Потому что идея, как бы она, знаете, как если у кого дети есть, есть такой мультик «Смешарики». Вот. И там ежик и крош, два героя. Один из них прячет в земле секретики. Знаете, девочки, что такое секретики? Фольга, стеклышко и засыпать песочком. И вот они ходят, прячут эти секретики, и один из них говорит, «Ну зачем? Зачем же все ты это делаешь?» Он говорит, «Приятное ощущение тайны». Вот. И вы знаете, да, не всегда эти идеи такие вот глубокие, но вот эта вот вуаль некой таинственности, а вдруг? А если это правда? Идеи могут от полного отрицания до какого-нибудь, наоборот, подвижничества. Но все это связано, посмотрите, как с неким монахом Сергием в России и там произошла такая проблема, что целый монастырь увлекся такими нездоровыми идеями. И когда даже уже отлучили, ой, как там его, Сергий, не вспомню. Отлучили даже и лишили сана, это никак не подействовало. Ну да, далеко ходить не надо. Бог Кузя. Бог Кузя. Болящий человек, который вроде бы ходил в православную церковь. Там то ли был он священником, то ли придумал, что его рукоположили. Но у него есть фотографии, где он в священнических одеждах православной церкви. Вот. И вдруг потом это все перерастает в какой-то культ такой гуруизма, поклонения вот этому человеку. Хотя он сам это все отрицает, но свидетели, которые вокруг этого бога Кузи, так называемого, вращались, они там рассказывают какие-то просто ужасы того, что он их там избивал, побивал. То есть, ну знаете, когда нестабильная психическая личность пытается реализоваться за счет других. Вот. Хорошо это или плохо, для нас, конечно, это всегда беда. Вот это внутрицерковное сектанство. Но они есть, к сожалению. Шестое, сектоподобные группы, организации, которые совмещают в себе, не имеющие ничего общего с сектанством, элементы чисто сектанского характера. Например, группы здоровья. Они взяли себе раскрученную идею, что нужно заниматься йогой. Под этой йогой взяли себе идею приглашать посетителей и просто занимаются физическими упражнениями. Они могут какие-то там духовные идеи продвигать, могут не продвигать. Вот, например, в Германии есть, существовало до определенного времени, когда книги люди любят читать, клуб, книжный клуб. Абсолютно светский клуб, люди любители читать. Кто-то приходит, делится своими какими-то новинками. И вдруг у них кто-то предложил книги по магии, экстрасенсорикой, что-то такое. Они начинают увлеченно развивать эту тему. И оказывается, что этот клуб уже стоит на пороге того, что они сами пытаются практиковать эти идеи. Начинается возмущение, что мы не хотим этим заниматься. И это сообщество раскалывается на два книжных клуба. Но один остается абсолютно светским, а второй откалывается. У него есть уже вот эта составляющая секты. То есть, вот этот элемент сектоподобный. Или, например, есть, там дальше, по-моему, будут еще. Нет, так называемые коммерческие культы, где элементы работы с человеком, с продавцом, они очень схожи к такому психологическому воздействию на уровне какого-то некой религиозной нормы. Вот, например, мне приходилось общаться с человеком, это сетевой маркетинг, наподобие как Amway, Ariflame, там прочее. Казал, ну, просто обычный сетевой маркетинг, да. Но он даже попросил осветить квартиру. Это когда пришли освещать квартиру, у него вот все пространство, там, вот когда, если кто-то знает, человек английский учит, иногда там вешают на двери слова, там, в столовые, там, на кухне. То есть, для того, чтобы вот постоянно быть вот в этом режиме пополнения новых знаний. Вот у него в ванной вот эти вот лозунги, на кухне лозунги эти коммерческие такие. Вот, и мы когда начинаем с ним общаться, наше общение постоянно соскальзывает в то, что он мне, там, например, мы садимся пить чай, он мне начинает предлагать, там, какую-то продукцию чайного характера. Мы стоим там, обуваемся, у него, говорит, у нас серия для обуви есть. Мы одеваемся на пальто, а у них там еще что-то чистящее средство есть. То есть, я говорю, слушай, ну, ты меня для чего пригласил? Осветить квартиру или это самое, ты, у тебя рекламная компания тут, да. Да, ну, человек вроде бы зарабатывает деньги, но это на уровне такой вот навязчивой идеи, когда, да, есть такой вот термин коммерческий культ, когда он уже перерастает в какие-то такие навязчивые такие идеи. А если посмотреть, то в основном у них даже используется такая градация пирамида, да, где, например, ты должен сначала там стать там серебряным, платиновым, там, бриллиантовый уровень, потом достичь еще какой-то там, а на вершине тебе, может, там новые какие-то знания для тебя расскажут. Если кто-то встречался с дианетикой, саентологией, то там тоже есть вот такая вот градация ступеней развития, где каждая ступень требует от тебя прохождения нового и нового курса по развитию личностных, различных духовных качеств. Таким образом, если посмотреть на совокупность вот этих, этой классификации, у нас получается такая вот своеобразная карта нетрадиционной религиозности для Беларуси, где есть вот эти шесть параметров, секты, клиентурные культы, аудиторные, культовая среда, внутритурковное сектанство и сектоподобные группы. И те из них, которые подходят, вот эта вот вертикальная колонка, астрологические движения нового мира, восточные, коммерческие, неоязыческие, оккультно-мистические, политические, псевдонаучные, псевдопсихологические, псевдохристианские, сатанисты, синкретические, спиритические, христианские, утопические, уфологические, экстрасенсорные. Почему вот таким образом сформировалась эта таблица? Она сформировалась исходя из тех данных, которые собирались, вот этот массив информации, начиная с 90-х годов, непосредственно по Республике Беларусь. На сегодняшний день вот этот центр Иосифа Володского, он без малого, наверное, можно сказать, что Минский синодальный центр Иосифа Володского, практически крупнейший центр по изучению сектанства в Европе и на постсоветском пространстве. Потому что, во-первых, из Германии передают архивы, сектоведы, которые передают эти архивы из России, стараются, не то что стараются, они, видя вот этот научный подход к изучению сектанства, передают свои материалы, которые позволяют вот таким образом считать, что это так. Да, карта религиозного многообразия для нашей страны выглядит вот таким вот образом. Где-то больше, где-то меньше. Вот мы видим, что больше всего у нас практически, значит, что это у нас? Аудиторные астрологические культы, секты и культы Восточного, клиентурные культы оккультно-мистические, целительских аудиторных культов много, клиентурных целительских культов много, христианских сект и культов много. И если посмотреть на карту по Республике Беларусь, то конфессиональное пространство Республики Беларусь, оно выглядит вот таким вот образом. Здесь это многообразие, оно размещено на территории, зарегистрированных на более чем 2000 населенных пунктов. Ну и вот Владимир Александрович Мартинович предлагает такую систему воспроизводства нетрадиционной религиозности. То есть само по себе явление, оно не может просто само по себе исчезнуть. Оно идет такими волнообразными всплесками и подъемы, и угасания. Если мы берем несектантские идеи в обществе, какие это могут быть? Ходить на работу, вовремя выносить мусор, закрывать дом ключом, то есть там что угодно, заправлять машину бензином. Они порождают что? Идеи для культовой среды общества. Например, дверь закрывать только левой рукой, заправлять автомобиль только таким-то видом топлива. Или брать деньги нельзя, нужно только их положить. То есть чем больше у человека становится пространство, в котором он расширяет свою деятельность, тем больше не сектантских абсолютно. Вот, например, телефоны. То есть появились мобильные телефоны. Какое это отношение имеет к сектам? Никакого. Но вместе с этим есть люди, которые говорят, что батюшки, у которых есть мобильный телефон, не настоящие. Потому что на них 4G повлияло, и все. А есть батюшки настоящие. Получается, что вот эта не сектантская идея стала поводом для того, чтобы ее трансформировать в культовую среду общества. Идеи культовой среды общества рано или поздно формируются в структурированные формы сектанства. То есть они так или иначе формируются, притягиваются друг к другу. Появляется какой-нибудь человек, который это все сформировал. И вы будете смеяться, но есть такая секта бога Макарона. Вот друшлаг и Макарона. Это сектантская идея? Нет. А появилась секта. Причем называется она ни больше ни меньше РПЦ сокращенно. Она, безусловно, как вы понимаете, по названию создана исключительно для того, чтобы так вот побольнее уколоть русскую православную церковь. Но вместе с этим это сообщество, последователи бога Макарона в Европе отстояли право фотографироваться на водительские права вдруг в шлаке. Вы же знаете, что на водительское удостоверение нужно без головного убора фотографироваться. Они на законодательном уровне через суд выиграли право фотографироваться в друшлаке. У них даже есть такие вязаные друшлаки в виде шапочки. Есть просто такие в виде настоящего друшлака головные уборы, но это часть их религиозной жизни. Чем больше появляется структурированных форм сектанства, чем они становятся очевиднее, тем несектантские идеи в обществе уменьшаются. То есть они становятся в полном объеме. Но вместе с этим это влияет на уменьшение культовой среды общества, что в свою очередь влечет уменьшение структурированных форм сектанства. То есть идет от обратного процесса. Мы видим, что эти с макаронами ходят на голове, эти с кастрюлями, эти еще что-то, эти в воду, эти в огонь, Алис, все, хватит, давайте как-то мы себя включать. О чем мы? И мы опять начинаем вот этот круг, опять у нас развиваются несектантские идеи в обществе, которые опять вот этот круг порождают. И, к сожалению, этот процесс, он происходит безостановочно. В нашем формате наблюдателей у нас остается только время для того, чтобы попытаться осмыслить эти процессы и дать им оценку. Почему мы можем это делать? Иногда говорят, что православная церковь не имеет права того или того человека называть сектантами. Что, дескать, мы просто боремся за поле существования, мы просто боремся за то, чтобы кроме русской православной церкви никого больше не было. Это не так, как я уже говорил. У церкви есть абсолютно чем заняться. Но оставаясь в долгосрочной перспективе пространством, где остается возможность сформировать нормальную здоровую духовность, которая дает созидательные плоды, мы так или иначе на этом историческом пути говорим, смотрите, вот там вот так, вот здесь вот так, а у нас все так же. Вот они запретили детям ходить в школу отмечать день рождения. Чем это закончилось? Эти детям запретили там то-то делать, эти переливать кровь запретили, эти еще там какие-то идеи отставили, там в друшлаке фотографировать. Чем это закончилось? А мы продолжаем говорить о духовных ценностях на основе христианства, на основе Евангелия. Они тогда были вчера, сейчас, сегодня и завтра. Христос будет тот же. Мы так или иначе будем говорить о супружеской верности, о духовных качествах, которые нужно и важно воспитывать с младенческого возраста, потому что нас часто укоряют, что детей нельзя в раннем возрасте крестить. И тут же какой-нибудь там, ну я психолог или западный, или кто это, сейчас не вспомню, то ли Пирогов, то ли кто, к нему принесли ребенка и педагог. Говорят, скажите, моему Ванечке там уже три года, а с какого возраста его надо воспитывать, начинать, а то я боюсь опоздать. Он говорит, вы опоздали на три года. То есть понятно, что есть определенные стандарты в развитии человека, которые, будучи заложенными в детстве, они иначе проявляются в человеке во взрослой жизни. К слову говоря, есть вот мы говорили сегодня коммерческие культы. Нужно на самом деле серьезно очень посмотреть на их опыт. Есть компания Нескафе, все знают. Когда в середине 20 века они пришли в Японию для того, чтобы развить кофейный бизнес, они потерпели фиаско. Почему? Потому что чайная страна, у них чайная культура. Им ваше кофе, оно абсолютно неинтересно. Что они делают? Они сворачивают эту компанию и запускают новую по производству шоколадных батончиков, шоколадок, сладостей, печенек. Детям со вкусом? Кофе. И когда в Японии вырастает новое поколение детей, которые с детства знают, что кофе – это радость, шоколадка, конфетка, еще что-то, вот эти вот дети выросли, уже вышли во взрослую жизнь, они приходят на рынок опять, и их бизнес начинает сильно множиться. А теперь задайте себе вопрос, есть ли это делает просто коммерческая фирма, которая заточена на обычное зарабатывание денег. Посмотрите, какой долгосрочный проект они разворачивают. Другой бы сказал, не получилось год-два, это абсолютно невыгодное дело, свернули и ушли. А дудки не ушли, а продумали концепцию, стратегию ведения бизнеса таким образом, чтобы потом прийти и победить. Поэтому вот эти вот моменты, когда человек заточен на какой-то вот результат, и если у него есть вот эта вот некая сверхидея, это очень бывает вещь такая гремучая. Но опять-таки повторюсь, что мы по сравнению со многими сектами и культами имеем возможность благодаря периоду более долгому своего существования говорить и давать оценку тому. Собственно, это и называется свобода выбора. Хотите туда, хотите сюда. Но мы это говорим не из какого-то эгоизма, того, что да, там сказать, что вот это плохо или это хорошо. Мы становимся наблюдателями результата пребывания того или иного человека в той или иной религиозной организации. Мы видим, как там развивается человек, мы видим последствия, к которым человек приходит, и даем им вполне здравую оценку. Вместе с этим нужно сказать, что центров, которые изучают сектоведение, на сегодняшний день в Европе это сотни, если не тысячи организаций, а у нас в Беларуси это единицы. Почему? Потому что, к сожалению, мы никак не ассоциируем вот это вот развитие духовного пространства в стране с благополучием в долгосрочной перспективе. Даже больше того скажу, что некоторые достаточно так легко говорят, ну подумаешь, там пораздают книжки, там и все. Может быть, пораздают книжки, а может быть, соберут вокруг себя людей, которые вот, как, по-моему, храм солнца или город солнца, взяли и на себя наложило сотни людей и руки вместе с детками. Каково? А-а-а. Вспомните токийское метро Аум-Синрикё, да? Как все резко вспыхнули, что оказывается у нас есть проблема сектанства. А где это была проблема до того, как Аум-Синрикё бабахнуло? Этого внимания мы никак не проявляли. И к большому сожалению, такие примеры, они не заканчиваются. Посмотрите в Америке сколько случаев, когда дети заходят с оружием в школу и начинают расстреливать педагогов и своих одноклассников. А ведь это не пытаются сказать, что это психологический срыв или какой-то нарушение. На самом деле это целое движение, у которых есть своя символика, своя последовательность того, как это все происходит. И это кем-то подпитывается, кто-то это развивает. Даже посмотрите сейчас эти горе квадроберы. кошмар 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 кошмар. Вы никогда не задумывались о том, что маску можно уже где-то купить? То есть, кто-то ее делает, кто-то ее через вот эти интернет-площадки уже продает. вот у вас есть маска? У меня нету. Но есть люди, которые ее уже сделали, выложили на вот эти интернет-маркетплейсы какие-то там ее можно купить и пожалуйста. Вот как уже детей водят. Так или иначе. А что вам не нравится? Так или иначе. Ну и закончим мы сейчас последним наверное слайдом таким это то как нетрадиционные религиозные организации в принципе воспринимаются в обществе. Здесь выделены секторами опять-таки это данные не случайные вот эти вот сектора они являются анализом тех статей и публикаций которые проанализированы в центре Иосифа Володского мы видим что в основном кто интересуется церковь СМИ госорганы и наука но вместе с этим тот объем религиозного пространства который остается так скажем не затронутым он очень и очень велик поэтому самое лучшее да это вот кстати вот этот в Минске центр сектоведения на там где Минская духовная академия на Зыбицкой возле света духового кафедрального собора находится вот самая лучшая прививка от того чтобы не попасть в секту это забота о том религиозном пространстве которое для нас является традиционным это наша белорусская православная церковь уже не знаю как там дальше будет как говорится развиваться этот религиозный сегмент в нашей стране но так или иначе она на долгосрочном на долгосрочную перспективу является пока на сегодняшний день самым стабильным пространством где есть и рождение неких идей мы видим что церковь воспроизводит храмы музыку иконопись живопись занимается социальной работой может быть это не всегда получается хорошо и удачно но так или иначе есть вот этот положительная составляющая в этой религиозной среде которая да проблема тоже существует безусловно но есть вот этот костяк ядро которое в церкви дает вот этот позитив вопросы может быть у вас есть да вы сидите только сидите мне ну вот это как раз есть вот это культовая среда общества где какие-то вы же поймите что ритуальщики которые дают советы они их воспроизводят исходя из того опыта где-то что-то кто-то услышал почему вот самый хороший маркер для того чтобы понять надо это или не надо делать вы скажите спросите почему и когда вам человек начнет что-то рассказывать почему почему можно делать или почему нельзя есть батюшки которые есть батюшки которые на пасху запрещают причащаться например а вы поймите что когда к нам приходит и говорят ну к нам это я даже вот к священнику вот ко мне приходит говорит батюшка вот мне сказали что один батюшка там что-то сказал я говорю назовите кто ой мы не можем все понимаете все рассыпается потому что ну что дальше с ним с этим с этим человеком делать они они прекрасно понимают что если всплывет что этот священник говорит какие-то ну скажем ненормативные делает утверждения у него будут проблемы но батюшка то знающий и чтобы ему он то все вот понравился он ему и все что он не говорит это правильно и с этим бороться очень сложно потому что из этого всегда пытаются делать тайну вот а по поводу всех этих квадроберов с масками да я хотел сказать что это все не спонтанное увлечение то есть на этом кто-то в этом кто-то мотивирован в этом кто-то заинтересован а по поводу советов вот был такой случай у священника в соборе почему надо внимательным быть задавайтесь всегда вопросом зачем даже если батюшка это говорит приходит мужчина в собор к дежурному священнику и с таким возмущением что это такое вы мою жену сына похоронили сейчас еще жену до могилы доведете начинают разбираться что такое говорит ну вот сына похоронили и жена уже в таком эмоциональном подавленном состоянии что сейчас тоже следом отправиться ну пойдемте к вам домой пойдемте начинают разбираться что случилось умер сын пока хоронили всегда же есть соседи замечательные которые всегда все знают и вот эта соседка пришла и сказала ты что не знаешь что надо кровать до 40 дней вечером разбирать а утром собирать потому что он приходит будет ночевать а если кровать будет не разобрана ему ночевать будет негде душа маяться будет ну вот скажите в нормальной матери она что хочет чтобы душа ребенка маялась она начинает эту кровать разбирать и в эмоциональном таком она вот это все как говорится делает у нее начинается психоз и представьте вот там в течение недели у нее каждое утро и каждый вечер нервный срыв она начинает рыдать плакать потому что ну трагедия тут ребенок умер а вот это все опять надо делать то есть как знаете в открытой ране еще и шевелить вилкой а кто вам посоветовал ну вот соседка ну позовите соседку приходит женщина здрасте здрасте а что такое ты не знаю где-то слышала ну люди люди так говорят а что вы хотите а в какой вы храм ходите ни в какой понимаете вот человек озвучил эту идею да она даже и подумать не могла как это ляжет в голову этой матери и что с ней потом будет происходить ей глубоко наплевать ей главное воспроизвести это для того чтобы показать свою значимость вот в этот момент времени потому что каждый день она никто а тут понимаете она носитель какого-то тайного знания и уже на нее смотрит баба Маша извиняюсь может а вот баба Маша вот понимаете она светила она она знает что-то это баба Маша вот это воспроизвела а это женщина бедная как говорится через полторы недели может вслед за сыном отправиться и вот эти идейки эти советы когда мы приходим в церковь мы защищены от этого вот в большей степени потому что как я говорю в церкви иногда можно тоже как говорится попасть на уникальных таких людей но в церкви в основной своей массе когда мы говорим о традиционной церкви мы лишены вот этих вот моментов где мы действительно себе можем повредить да иногда нам дают в церкви какие-то простые советы там сходите поисповедуйтесь причаститесь но в их простоте есть во-первых действенность во-вторых мы этим не навредим себе а людям понимаете людям не хватает часто вот этой простоты они даже навязчиво гонятся за какой-то сверх такой сложной формулой у меня супруга работала психологом в приборгском училище приходит коллега говорит она знает что жена священника говорит Ольга Анатольевна у меня там вот есть такая проблемка у сына там вот как бы мне вот это вот чтобы мне такого вот сделать вы же там знающие она говорит ну пускай сходит в храм поговорить со священником на исповедь сходит причаститься а все с вами понятно понимаете а если бы она сказала выйти в 12 часов ночи четного числа на перекресток трех дорог с фартуком и мышиной лапкой вот понимаете я даю определенную гарантию что она бы пошла и начала так методично готовиться к тому чтобы сие действия произвести потому что вот это вот некая тайна у нас приезжал одно время в Минск мы собираемся на такие курсы повышения квалификации приезжал представитель ДУНК это духовное управление мусульман Казахстана и она озвучила такую вещь что в ИГИЛ на территории Казахстана в основной своей массе очень активная вербовка идет в тех регионах где больше всего был в советское время атеистическая пропаганда развита то есть там где духовность была выжжена вся очень легко ложится все что угодно и вот эти вот идеи а для молодого человека вот этот контраст да тут ну все такое вялое а тут мы вот там боремся мы победим мы знаем что делать вот там воюем побеждаем и диктуем всем всем остальным как себя вести правильно и многие много говорит очень много молодежи из Казахстана этим подкупаются идеями там даже не всегда идет речь про деньги идеи такие вот ультра жесткие и иногда людям этого действительно не хватает не хватает в каком случае когда у человека нет стройной системы вот этих духовных ценностей а их сейчас воспитать в современном обществе крайне сложно даже вот на сегодняшний день ну много учреждений образования охвачено работой в рамках сотрудничества Белорусской Православной Церкви и управления образованием ну то есть светские школы вузы сузы вот и вместе с этим например термин духовное духовность вот как понимать термин духовность духовное это какое потому что когда начинаем говорить очень много преподавателей говорят надо поднимать духовность традиционные воспитывать ребенка на основах духовных традиций белорусского народа это уже потом духовные традиции вот вы приезжаете в какой-нибудь музейный комплекс а вашему ребенку говорят потом в конце посещения абсолютно светское учреждение музей детки вот вам красная ленточка завяжите ее на деревце и загадайте желание пожалуйста но вместе с этим икону в классе повесить нельзя потому что иконы это предмет религиозного как бы как это культа да молиться нельзя хорошо духовное это какое дальше идем про Ефросинию Полоцкую в учебнике по истории Белоруссии о про Библию о зато на четырех страницах достаточно полный разворот это по-моему учебник пятого класса чем отличается Кикимора от Лешего от Водянова или там еще от каких-нибудь болотных истот очень подробное описание да и потом еще вот про Кирилла Туровского вот столечка знаете на этом фоне я например если был бы ребенком я бы больше знал про Кикимиру Болотную чем про Ефросинию Полоцкую а задайте вопрос хорошо Кикимора Болотная она может называться просветительницей Беларуси нет хорошо Ефросиния Полоцкая называется просветительницей Беларуси почему Кирилл Туровский называется великим белорусским письменником златоуст белорусский назовите хоть одно произведение Кирилла Туровского ему памятник стоит возле драмтеатра все на этом наше знание про просветителей наших заканчивается какой их вклад непонятно зато про Кикимуру Болотную все ясно что она делает да потом у нас начинают про ЦМОК рассказывать развивать вот эту вот идею Лохнецкого чудовища только на Гомельский лаг и вот ЦМОК и смотришь уже футбольная или хоккейная команда они этого от ЦМОК берут себе как символ ну понимаете какие символы такая и жизнь если мы хотим быть язычниками давайте тогда посмотрим на строительство наших языческих предков которые прежде чем заложить дом туда приносили в жертву ребенка и такие строения называли детинцами или прежде чем идти в поле как говорится пахать землю нужно его оплодотворить кто это будет делать а это уже легенды это уже не то мы до сих пор с большим трудом побеждаем чтобы ну не то что побеждаем уже вроде бы как наладилось но когда составляем план пасхального фестиваля мероприятия белорусской православной церкви и государственных структур постоянно туда пахование стролы включают понимаете это языческое ну так это же на пасху происходит это хорошо что мы рады что они в этот период проводят это пахование стролы но это языческий обряд к пасхальному фестивалю он никакого отношения не может иметь ну так это же духовное современное общество очень расслоило вот этот термин к нему надо очень аккуратно относиться и еще раз повторюсь что самым верным способом это предостеречь в себе и в своих близких вот это негативное влияние это контроль за тем из каких источников мы формируем свое духовное пространство кто является тем автором который дает нам идеи для духовной жизни я не буду сейчас там конкретизировать кто что и где это делает но этому очень важно уделять внимание не увлекайтесь особенно на сегодняшний день медийное пространство оно дает вот эти вот такие вспышки каких-то ярких может быть высказываний там и можно увлечься какой-нибудь идеей не не постесняйтесь подождать немножко там месяц два три год посмотреть что с этим человеком стало или что с ним будет к сожалению сейчас те люди которые даже были в церкви яркими ее представителями говорят и ведут себя так как будто они становятся уже даже немножко врагами церкви а здесь стоит задуматься так ли все хорошо было потому что как написано у апостола Павла любовь не проходит так и наша вера в церковь она не должна проходить еще вопросы можно еще вопросы вот астрологические вот эти вот кучки ну казалось бы это же не и цель да и вроде как может быть астрономия вот задам вопрос как зовут того батюшку который приходит в астрологический круг надо стать экспертом в астрологии в какой-то степени разобраться в этом и собственно если у вас есть такая задача есть хороший достаточный ресурс сейчас я покажу может быть если интернет у нас есть в москве центр в котором руководит александр леонидович дворкин есть такой вот есть вот такой сайт где собрано очень большое количество статей аналитических исследовательских где можно понять вот как вы задаете вопрос да почему астрология плохо вот там есть сбоку вот поиск вот прямо сейчас мы астрология наука будущего или суеверия прошлого псевдонаука оккультизм со школьной скамьи оккультизм со школьной письмо в центре линии оско евангельские волхвы и астрологии священное писание православная церковь об астрологии то есть здесь можно прямо почитать для себя собрать некий массив информации и не пытаться вступать в лобовую конфронтацию а вот чем мы должны отличаться а начать задавать вопросы которые будут понуждать человека отвечать на них а почему а расскажи почему так то есть чтобы он объясняя свое увлечение пытался давать ответы и вот когда мы вступаем в диалог то есть человек понимает что наша задача не добиться того чтобы ты сказал а астрология действительно ерунда пойду пить пиво потому что после того когда человек или ребенок скажет хорошо астрология плохо он все равно будет искать некое замещение своему увлечению на то место которое освободится после астрологии и нам надо быть готовым дать ему ту идею которая может обогатить его больше нежели астрология поэтому вот как говорится вот такой информационный ресурс который может вам помочь в этом отношении но вы спросите какой какой это батюшка все-таки да а где-то в гомеле а расскажите где это центр астрологии где это находится ну напишите напишите мне да на главную вот irinei.ru центр прямо вот можно набрать irinei.ru она выдает вот этот ресурс да и сейчас я выведу свои координаты напишу так сейчас да да пожалуйста тоже на людей которые покружены в астрологию и начинают исполнить мне говорят вот не можно ли астрологию это нельзя там с точки зрения церкви на смеру многие люди в аргумент говорят то что залп уже когда они вот видели статья прям такая не видели сейчас сейчас я вам покажу иногда вот евангельские волхвы и астрология я сейчас просто не могу углубиться в эту тему потому что ну я всего знать не могу но почитать да то есть можно так это у нас с текущего слайда видно хватает 29 код 7352535 да у нас при гомельской епархии действует похожая структура как вот центр Иосифа Володского но у нас он называется информационно-консультативный центр в честь преподобного Иоанна Дамаскина если есть вопросы связанные с деятельностью сект может быть какая-то информация да не стесняйтесь задавать вопросы у кого есть возможность делиться информацией тоже мы всегда очень благодарны за то что нам приносит потому что вот эти буклеты которые иногда флайера раздают листовки афиши с привязкой конечно хорошо если будет к местности чтобы было понятно откуда это взят рекламка или информация да но иногда бывает так что по обрывку вот этого рекламного объявления удается не только идентифицировать деятельность секты но и сделать так чтобы ее вред от того от деятельности понимаете даже не пресекать как говорится когда когда как это мягче выразиться когда вредители собраны в кучу за ними легче наблюдать чем они будут поодиночке бродить по кустам помидор картофеля и еще где-то вот поэтому у нас никогда не стоит не стоит наверное вот чем отличается собственно деятельность Александра Леонидовича Дворкина да он как бравый такой храбрый рыцарь бросается на секту подает в суд на него подают в суд это такая боевая единица которая перемалывает вот этот некий массив я понимаю что для этого нужен колоссальный объем не только средств но и в первую очередь здоровья и энергии дай бог ему конечно здоровья но вот чем отличается деятельность такая более научная у нас собираются собираются те аргументы научные данные которые потом помогают нам в таком дискурсе с серьезными учеными отстаивать свои позиции позиции Белорусской Православной Церкви потому что ученые это люди которые опираются не на эмоции а на исследование и фактологию и вот когда мы можем сказать что давайте смотрите в качестве какой-нибудь религиозной организации хороша она или плоха если мы скажем что она плохая то нас обвинят в предвзятости скажут это вы православные просто придумали что она плохая а мы говорим что вот пожалуйста вам данные ее начало развитие деятельность результаты пожалуйста вот сначала они говорили вот так потом они стали говорить так а сейчас они говорят так факты это это же не то что мы там наговариваем на кого-то или еще что-то а у нас существует вот эта проблема оговора даже больше того скажу те учебные пособия вот почему современное вот Мартиновича сектоведение для учебных заведений имеет большую ценность потому что материал составлен из как раз анализа вот этих данных собранных в центре сектоведения а большинство материалов которые изучались раньше в том числе в мою бытность когда нам они изучались на основе не источников а критической литературы то есть например мне кто-то на мой взгляд конфессионально условно говорю неопятидесятники какие-нибудь появились в городе а я считаю я православный они не правы почему не правы потому что они не правы и туда добавляется эмоциональная составляющая еще я что-нибудь со стороны посмотрел додумал что-нибудь а на самом деле в этой религиозной организации этих вещей вообще нет очень часто кстати говорят что термин который использовал Дворкин деструктивная или тоталитарная секта это вообще тогда от слова секта все падают в обморок а если это еще деструктивная тоталитарная секта все на самом деле да есть признаки деструктивности но не всегда можно сказать что это религиозная организация по своей сути деструктивная потому что есть например в православной церкви люди которые там совершают деструктивные поступки не знаешь что православная церковь этому учит есть элементы деструктивности которые никак не влияют на самого человека потому что мы видим что не во всех деструктивных организациях человек совершает деструктивные поступки поэтому это тоже такой вот элемент такой идеологической наверное больше такой борьбы да на эмоциональном фоне который вот так вот скажем дистанционно старается оградить человека вот но вместе с этим когда мы выходим на научный уровень то эти эмоции они к сожалению не принимаются во внимание там слово нравится не нравится или хорошо или плохо они никак не подходят для научного сообщества да есть еще кстати вот что нужно или можно для себя почерпнуть это 10 вопросов навязчивому незнакомцу тоже автор Александр Леонидович Дворкин эти вопросы составлены как некий опыт дискуссии с уличными проповедниками тоже можно для себя так прочитать хотя бы понимать принцип ведения вот этого диалога потому что он там показывает очень интересно различные элементы этого разговора как можно разговор повернуть таким образом чтобы не вас спрашивали а вам рассказывали потому что например когда человек приходит говорит вы хотите поговорить или там вы верите в Бога вы говорите ну там да или нет на этот ваш вопрос вернее на этот ваш ответ у людей есть уже разветвленная система как с вами разговаривать независимо от того какой вы вопрос какой вы ответ дадите потому что они готовы к любому практически варианту того что вы потенциально можете ответить вы хотите поговорить о Боге да а они уже все когда вы говорите не знаю у них уже все у них они переключились на вот эту вот веточку а не знаю значит разговариваем как не знаю и там у них уже пять вопросов готово пока вы на него будете думать там еще говорится разветвленные и обратите внимание и обратите внимание что такие диалоги как правило проходят два к одному два миссионера один человек для того чтобы перекрестно потом подхватывать этот разговор ну что наверное хватит сегодня про секты потому что они и так уже как говорится из ушей помолимся так так Субтитры создавал DimaTorzok